Две комнаты для проживания, санузел, холодильники и чайники, а также трехразовое питание. И все это бесплатно. Такие условия для проживания один из ростовских отелей предложил для семьи из семи человек, пострадавшей при пожаре в центре Ростова 21 августа. Приехал и вообще сейчас условия суперпросто. Предлагают, очень все нравится. Также здесь дополнительно оборудуют помещение на первом этаже с холодильными досками и утюгами. Стиркой постельного белья и полотенец займется прачечная гостиница. Помогать погорельцам со стиркой личных вещей взялся муниципалитет и банно-прачечный комплекс. Первомайский район со вчерашнего дня начал размещение людей в гостинице. В связи с тем, что мы разместили людей, мы пришли к такому моменту, что, естественно, людям необходимо где-то свои личные вещи, одежду стирать. В гостиницах это не очень удобно и не очень комфортно. В связи со сложившейся бедой, конечно же, откликнулась и готова на данный момент принять определенное количество людей для постирки домашнего белья и личного. Погорельцам выдадут одноразовые талоны для стирки. В них подробно указано, какую массу белья они могут принести, а также, когда сдать вещи и когда получить. Рассчитаны талоны на каждую семью по количеству человек и наличию детей. Будет выдаваться и памятка с инструкцией, как компоновать белье и сдавать для стирки. Сейчас прачечная может обслуживать до 20 человек. В ближайшее время ее оснастят дополнительным оборудованием и мощность увеличится до 60 человек. Также пострадавшие семьи могут воспользоваться бесплатными услугами бани. Реконструкция Ворошиловского моста на завершающей стадии. Здесь будет шесть полос движения, по три в каждом направлении, а также подземный пешеходный переход. Тоннель длиной 21 метр. Идет устройство верхнего слоя асфальтобетона съездов, сооружение панорамных лифтов на левом и правом берегу Дона, окраска опор, укрепление дна реки и монтаж шумозащитных кранов. Ворошиловский мост – один из ключевых объектов транспортной инфраструктуры на южном въезде в Ростов. Восстанавливают его с опережением графика более чем на два месяца. Ход реконструкции оценил губернатор региона Василий Голубев во время рабочей поездки. В декабре завершат реконструкцию другого объекта – грибного канала Дон. Уже в мае 2018-го здесь проведут первые международные соревнования. Стоимость реконструкции оценивают в 723 миллиона рублей. Освоена уже большая часть средств. Завершено углубление дна. Подрядчик приступил к формированию кольцевой автодороги длиной около 6 километров. Выравнование береговой линии и формирование откосов завершено практически на 100% в конце небольшим исключением. Полным ходом идет реконструкция южного въезда в Ростов. На стадии завершения – сооружение пойменного моста и двух эстакад. Первый этап включает также транспортные развязки в разных уровнях и разворотный путепровод в районе торгового мола. Сейчас строители укладывают покрытие, укрепляют откосы, устраивают водоотводы. Часть объекта будет готова уже к открытию стадиона «Ростов-Арена». Подрядчик идет с опережением графика по двум этим частям объекта практически на месяц. Как мы уже говорили, мы постараемся к концу октября пустить рабочее движение. С2, как и обещали, 1 декабря будет. Всего на реконструкцию потратят более 2 миллиардов 900 миллионов рублей. Это будет первая в Ростовской области двухуровневая развязка такой сложности. Завершат реконструкцию в мае следующего года. За столом коммуналки эксперты обсудили инициативу введения единой счет квитанции на оплату услуг ЖКХ. Деньги, которые платит собственник за отопление, воду, электроснабжение, будут сразу попадать на счет ресурсоснабжающих организаций. Создание единого расчетного центра позволит исключить ситуацию, когда недобросовестная управляющая компания собирает деньги жильцов, но держит их у себя или тратит на другие нужды, а поставщики услуг остаются ни с чем. Хорошая идея. Единая квитанция, я смотрю, поддерживает все. Инструментарий для этого есть. Оператор, который будет делать вот этот информационно-расчетный центр, тоже понятен, кроме одного, с каких источников будет финансироваться. А деньги, правильно коллеги сказали, полностью поддерживают. Деньги и оператор в разных местах. Обязательным для единого платежного документа станет наличие информации о начислениях, о задолженностях, а также кодов идентификаторов плательщика и получателя. Собственники жилья оплачивают квитанцию, как обычно, в банке, и далее эти деньги направляются на расчетный счет поставщика услуги. Вопрос, какую комиссию будут взимать банки за операцию, пока остается открытым. Возможно, ее, наверное, правильнее было бы привести к кинообразию, чтобы она либо взималась со всех, либо не взималась. Но на самом деле варианты могут быть разные. Как по отдельным статьям будет комиссия, а по отдельным не будет. Это предстоит, я думаю, выбрать уже на этапе, скажем так, договорной реализации и технической реализации. Напомним, инициативу введения единой квитанции озвучили в августе 2017-го на форуме «Управдом. Содержательная перезагрузка». По мнению властей, новая система оплаты обеспечит финансовую прозрачность и повысит качество предоставляемых коммунальных услуг. Обсуждение и реализация проекта запланировали на период с 2017 по 2021 год. Меньше 10 месяцев остается до чемпионата мира по футболу. Для Донской столицы это не только значимое спортивное событие, но и большой праздник. Накануне опытом организации «Мундиаля» с ростовчанами делился представитель оргкомитета из города Дортмунд, Германия. Герд Кольби рассказал об особенностях работы со СМИ, взаимодействием с жителями региона-организатора и других важных моментах. За время визита в Ростов успел посмотреть строящийся объект. Остался более чем доволен. Я знаком со многими стадионами чемпионатов мира 2006 года в Германии, 2014, 2010 в Южной Африке, 2014 в Бразилии. Но я хочу сказать, что тот стадион, который сейчас строится на левом берегу Дона, который я видел вчера, он меня просто очаровал. Сейчас, отмечает Герд Ростову, необходимо хорошо подготовиться к жеребьевке, которая пройдет уже в декабре 2017-го. На церемонии выбора соперников у Донской столицы есть возможность презентовать свой край и привлечь внимание футбольных фанатов со всего мира. Наибольшим восхищением для меня будет, наверное, то, что праздник для фанатов футбола в вашем городе будет проходить на театральной площади. Ее преимущество в том, что она вмещает гораздо больше людей, нежели, скажем, даже тот праздник, который был в Дортмунде. Работа в дирекции Донской столицы ведется в соответствии с графиком, отмечают члены команды. Сейчас одной из главных задач остается набор волонтеров. Прием заявок продлили до 1 октября. Напомним, чемпионат мира по футболу в России продлится 31 день – с 14 июня по 15 июля. Донская столица станет одной из принимающих сторон чемпионата. Здесь проведут 5 из 64 матчей. Четыре игры группового этапа пройдут 17, 20, 23 и 26 июня. Еще одна встреча состоится 2 июля в рамках одной восьмой финала. С платочком и каплями для носа младшая дочь Юлианы Лейко в последнее время не расстается. Уже не первый год девочка мучается от сезонной аллергии на амброзию. Здесь, в микрорайоне Суворовский, прямо посреди жилых домов, целый рассадник сильнейшего аллергена. Приехали с моря. На море все было хорошо. Сюда вернулись и началось опять сопли, чихание, зуд. Вот и все. И поэтому, я не знаю, наша администрация ничем, по-моему, не собирается тут заниматься. Как росла мброзия, так и растет. Вот у меня соседи страдают очень сильно, сын. И ему он вынужден каждый год летом куда-то уезжать к бабушке, чтобы здесь не находиться. И потому что у него аж до астмы. Таких, как семья Лейко, болеющих полинозом, сезонной аллергией, в микрорайоне Суворовский немало. Особенно тяжело детям. Практически в двух шагах от рассадника амброзии находятся два детских садика. Да, детки страдают. Из-за этого детки даже не ходят в детский сад. То есть, был случай, буквально вот недавно пришел ребенок, побыл полдня в детском саду. Его забрали с ужасными текущими глазами, соплями. Вот и все, с того дня ребенок не ходит в детский сад. Они сидят дома под кондиционером, даже на прогулку мама не выпускает ребенка. Докучает вредоносный сорняк не только жителям Суворовского. Ворошиловский, Октябрьский, Железнодорожный, Советский. Жалобы из этих районов города в Россельхознадзор поступают регулярно. Бороться с этой проблемой – обязанность собственников земли и представителей районных администраций. Однако, пока на тропу войны с сорняком выходят неохотно. Не помогают даже штрафы. Административная ответственность за нарушение правил борьбы с карантинными сорными растениями предусмотрена Кодексом Российской Федерации, статьей 10.1. Предусмотрены штрафы на физическое лицо от 300 до 500 рублей. К сожалению, очень маленькие штрафы. Поэтому людям легче заплатить 300 рублей или 500 и не принимать никакие меры. На индивидуальных предпринимателей от 500 рублей до 1000 и на юридических лиц от 5000 до 10000 рублей. Конец августа – начало сентября. В этот период – самый пик цветения амброзии. Чтобы спастись от возбудителя полиноза, многие уезжают из города. На Дону этот коварный сорняк чувствует себя особенно вольготно. Одно такое растение – амброзии – содержит до нескольких миллионов частичек вредоносной пыльцы. Чтобы началась аллергическая реакция, достаточно всего 25 пыльцевых зерен. А таких полей с бесчисленными зарослями этого сорняка в Ростовской области еще очень много. Зуд, покраснение глаз, заложенность носа, кашель – это основные симптомы полиноза. Наиболее всего заболеванию подвержены те, у кого уже есть аллергики в семье. Однако риск попасть в число страдающих от вредоносного сорняка есть даже у абсолютно здорового человека. Постоянный контакт с аллергеном, а для этого даже не нужно находиться вблизи от него, пыльца амброзии отлично разносится по ветру, приведет к развитию заболевания. Такая аллергия практически неизлечима. На период цветения растения, который уже пациент знает, в какой период, ему нужно постараться покинуть вообще регион, в котором он живет, и уехать в какую-то климатическую зону-другую. Но если это невозможно, тогда нужно постараться как можно меньше находиться на улице, в помещениях, в которых находится больной. То есть это квартира, дом или какое-то рабочее место, окна держать закрытыми, проветривание помещений проводить исключительно в влажную, безветренную погоду, пользоваться системами кондиционирования. Если такая практика не помогает, врачи назначают медикаментозное лечение. Не менее эффективна аллерген-специфическая терапия, когда в организм пациента с нарастающей дозой постепенно вводят аллерген. А вот заниматься самолечением аллергологи настоятельно не рекомендуют.